Привет! Меня зовут Юлия Кокорина, Центр Индвижимости Компромет. Ведем блог «Переезд в Краснодар». Это блог для тех, кто планирует переехать в город Краснодар на постоянное место жительства или в его окрестности. Напомню вам, что работаем в радиусе 60-80 км от города Краснодара, по тем, Рюкскому району, Анапе, по побережью нашего края, для вас тоже работаем. Сегодня мы с вами находимся в станице Пластуновской. Это станица Денского района, численностью около 15 тысяч человек. Удаленность от станицы Денской 8 км. Станица приятная, для жизни очень комфортная, оснащена тремя детскими школами, садами, поликлиникой, есть скверы, есть транспортная хорошая развязка и доступность. И есть классные дома, которые мы вам будем презентовать и показывать. Сегодня мы с вами находимся практически в центре станицы. Школа, детские сады, все в шаговой доступности 5-7 минут. Остановки общественного транспорта тоже. Дом мы с вами смотрим площадью 104 квадратных метра. На земельном участке 7 соток. Это земли и желез. Дом со всеми центральными коммуникациями. И он с ремонтом, то есть полностью готов для проживания. Давайте посмотрим, как этот дом выглядит снаружи. Газоблок, сверху облицовочный кирпич. Фасадная часть дома около 15 метров. Мы видим откатные ворота, калитка, забор по периметру правильного, по размерам земельного участка. Металлопрофиль. Обратите внимание, что есть навес. Навес уже готов. И теневая такая зона присутствует. Видим, да, что у нас газ в доме. Фундамент отличный. Лента 80 сантиметров. Смотрите, какой огромный земельный участок у нас получается. Фундамент отличный. Входная группа, два таких кирпичных столба, очень красиво они сделаны с навесом. И смотрите, как интересно у нас придумал собственник. Мы заходим в первую дверь, это тамбур. Теплый тамбур с теплыми полами, коридор, небольшой коридор для того, чтобы раздеться, разуться, а далее у нас идет основная большая дверь, которая идет уже в дом. Проходим. Мы с вами находимся в холле, это холл площадью 9,1 квадратных метров, он светел, уютен, просторен. И по периметру данного коридора в поле ведут жилые комнаты. Напомню, что площадь дома 104 квадратных метров. И в доме прижилые комнаты, кухня-гостиная и подсобные помещения. Сейчас находимся в нашем поле, коридоре, на полу керамогране, теплые полы, везде, там, где керамогране. Газ в доме, вода в доме, свет, все есть. И с этим, кстати, 10-кубовый из кирпича. Пройдем с вами в первую комнату. Это жилая комната, такой же, среди нее, 13,3 квадратных метров. Большой тресторчатый окно, большой сбор радиаторов. Для наших теплых земля, даже прям очень классный. На полу ламинат, стены отлеены обоями, потолки натяжные, плакончик висит, все выводы сделаны. Для розеточек все оснащено. Все красиво, гармонично, двери установлены, двери в приятных серых товарах. Следующая у нас комната, это вторая спальня. Площадь дальнейшевой комнаты, 13,4 квадратных метра. Большое тресторчатое окно, комната светлая, выходит на боковую сторону дома. На полу ламинат, приятные они. Вы, кстати, можно вот в этих домах смотреть, дома будут разные комнаты. Они все интересные и кажется, что, о, я бы такие выбрал, я бы такие, очень здорово. Выводы под все необходимые розетки, телевидение, ну и, конечно же, уже оформленный потолок и плафон. Это у нас была вторая живая комната. Давайте посмотрим с правой стороны. Кстати, обращу ваше внимание, здесь такая ниша предусмотрена. Очень грамотно, распланированно, заботливо, да, как люди будут жить. Здесь можно поставить такой уютный небольшой стеллаж-шкаф, в котором будут находиться какие-то нужные вещи покупатели. Значит, мы с вами прошли и посмотрели две живые комнаты и заходим в третью. Это живая комната, площадь на нее 16-1 квадратный метр. Она также с большим трёхстворчатым окном, на пол угланина, большой радиатор отопления, стены оклеены огоньми, потолок натяжной. Все очень гармонично и красиво. Ванная комната со своим световым и таким вот естественным окном. Мне очень нравится, как выполнен здесь кафе. Он в трёхкомпозициях. Ванная комната большая, площадь на нее 73 квадратных метра. Здесь классно разместится вся мебель. Обращу ваше внимание, уже есть полотенце-сушитель, все выводы канализационные. Здесь потолок натяжной, классно прям, мне вообще нравится эта комната, очень уютная и стены. Потолки в домах одноэтажных, 1 квадратных метров идут, даже когда в натянутом уже леди. И всегда в этих домах он прям дышится, здесь просторно, уютно и светло. Это отдельная комната под названием котельная. Здесь уже газовый котел навеял, все подключено, установлено. Соответственно, вы уже понимаете, да, сюда можно поставить и владельную. Какие-то стеллажи с какими-то необходимыми и нужными для вас вещами. То есть дополнительное котельное, подробное помещение, потому что у нее 4,4 квадратных метра. И она очень в тему в этом доме. Ну и далее самое классное. Мы приходим в такую большую, классную гостиную. Вы что у нее 4,9 квадратных метра. Она поделена на кухонную зону и на зону гостинкой с даже первым окном. Эргерное окно. Вообще, я всегда любила эргерные окна. И они делают комнату более светлую, более интересную, уютную, особенную. Далее у нас такая вот большая зона в термограмме на все пленком для отдыха. Очень интересные обои. Красивая листья, даже сеть. Навесной потолок, который уже готов для того, чтобы разместили корме, садюры, шторы. Что-то желают вам для хозяина в данном доме. И пухонная зона. Площадь помещения большая. Здесь поместится много гостей. Хозяйки на кухне будут уютно работать. Есть уже капельная зона. И такая вот плея-образная кухня. Ну, классная, ну правда ли? Дальше предложение. Мне лично очень понравилось. Отначально, как выглядит сам дом. Вот этот балкон, терраса. Эргерное исполнение окна. Ну, очень приятно презентовать дома, в которых сам остался жить. Напомню вам, что мы смотрели с вами шумой дом, площадь 904 квадратных метра. На земельном участке 7 соток, это 7,6. Дом полностью классифицирован. Земельный участок мы с вами посмотрели. Он достаточно большой, чтобы на нем вы могли осуществить все свои планы, идеи и мечты. Данное предложение по цене 8 миллионов 500 тысяч рублей. И если вас заинтересовало данное предложение, либо аналогичное, звоните, пишите. Мы с удовольствием вам покажем все варианты. Подписывайтесь на наш канал. С вами была я, Ременера Гориевна, Центр недвижимости в Компромиске. Спасибо.